Что делать, когда твой дом рушится? Жители Октябрьского бьют тревогу. Бараку, в котором они живут, недавно исполнилось 100 лет. Существовать в таком помещении стало уже невозможно. Из труб течет, из окон дует, а кое-где даже осыпаются стены. Новое жилье, по мнению люберчан, в ближайшее время им не светит. Крыша рушится, все гнилое, везде плесень. Вот так мы живем. Столетний юбилей. Увы, в этом доме это не праздник, а скорее печальная дата. Жилое строение стоит в Октябрьском с 1917 года. Ни разу капитально не ремонтировалось. Крыша сыпется, обваливаются и стены. Мой дом, моя крепость. Это явно не про это жилище. Жилья в поселке нет. Ждите, когда дом построят или когда очередь придет. Все. Мы вам не можем квартиру дать. Мне не нужен капитальный ремонт здесь. Мне надо новое жилье. Не новое, хотя вторичное. 78-е в очереди на переселение. Для семьи Анны Матаевой это звучит как приговор. В одноэтажном бараке нет горячего водоснабжения. Из новых труб, которые заменила управляющая компания, постоянно течет вода. Что творится здесь, как люди живут? Вы посмотрите. Это что? Она здесь вот тоже. Тут яма где-то была. Зимой здесь холодно. Батареи еле теплые. Через щели в стенах комнаты все время продуваются. А еще плесень повсюду. А что говорить о том, что в одной комнате несколько семей вынуждены и обедать, и мыться? Что тут вставить, как говорится, как помыться? Она общая, во-первых, тут тоже, эта кухня. Получается, кухня с ванной. Кому-то надо ей помыться, вот ребенка, кому-то надо кушать. Один газ, я вообще в шоке. Когда мы будем жить, как белые люди, я не знаю. Очевидно, что в этом доме хорошо живется только тараканам. В таких же условиях на Советской существует еще 15 семей. Несчастные жители ветхого здания уже более 10 лет просят переселить их в лучшие условия. Делать ремонт в таком доме они просто не видят смысла. Мы здесь не хотим ничего делать. Кушевую кабинку хотят поставить. А куда? Все рушится, все. Плесень, тараканы. Опять все туда, ну как и таракан, кто залезет, не помыться, ничего. Просто руки отпадают. Писали во все инстанции, а в ответ лишь многочисленные отписки и одни обещания. Анна до сих пор хранит каждое из полученных писем от представителей власти. Здесь нет жилищных условий, тем более детям. Детям здесь вообще плесень опасно быть. Почему другим людям дают, а нам нет? Вот в чем вопрос. Однако открытым остается еще один вопрос. Сколько осталось стоять старые избушки в каменных джунглях Октябрьского? Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok